Гибридная куртка? Что это? И кому это надо? Вообще, туристические вещи с разными утеплителями и материалами, это очень удобно. Главное понимать, как это работает. Об этом сегодня и поговорим на примере гибридных курток от SPLAV. Всем привет! Это SPLAV и я Никита Йоханссон, круглогодичный велоэнтузиаст, гид в горах и большой любитель хорошего снаряжения. Под гибридностью данной куртки подразумевается совмещение свойств разных классов слоев. Например, в одной куртке могут сочетаться свойства софтшелла и мембраны. Такой вид одежды изначально появился, чтобы облегчить вес снаряжения и чаще используется в активностях с высокой интенсивностью. А у нас сегодня в программе модель в мужской и женской версиях и представляем вашему вниманию Цермат и Каролина. Сейчас мы с вами рассмотрим принцип и особенность гибридной куртки от SPLAV, в которой совмещаются детали от утепленного софтшелла и набивной утеплитель. В качестве утеплителя используется отечественный утеплитель с Lightex Nice с плотностью 60 грамм на квадратный метр. А основной материал – полиэфирный утепленный софтшелл без мембраны. Это куртка верхнего и среднего слоя, в основе которой лежит утепленный софтшелл с дополнительным синтетическим утеплением фронтальной части, плечей и верха спины. Отлично подходит для высокой активности в холодных условиях или как теплая куртка в летних походах. Утепление сконцентрировано в тех местах, которые чаще мерзнут и обдуваются ветром – плечи, грудь и верхняя часть рукава. Внешняя ткань при этом тонкая и имеет ветро- и влагозащитные свойства. На спине, которая в 90% случаев находится под рюкзаком и обычно потеет, утеплителя нет. В качестве второго материала в этой куртке используется классический софтшелл с мягким начесом внутри. Он сильнее продувается и применен там, где теплопотери организма минимальны или некритичны. В частности, на спине, которая, как я ранее сказал, находится под рюкзаком, на предплечье, по бокам и подмышками. Верхний материал обработан DVR-пропиткой, а в случае намокания куртка минимально теряет свои теплоизолирующие свойства. А также быстро высыхает. Кому подойдет эта куртка? Скорее продвинутому туристу, понимающему свои задачи и свою терморегуляцию. Ну и обычный турист, который только знакомится с миром аутдора, может открыть для себя новые горизонты снаряжения. Для каких активностей подойдет лучше всего? Для любых, где много движения. Бег, лыжи, скитур, ледолазный альпинизм, велотуризм, мультигонки. А также для любителей аутдорных вещей в городе. Важно! Данное снаряжение не является огнеупорным. И, пожалуйста, будьте внимательны при разжигании костров и работе с горелкой. Запретить мы это вам не можем, но можем только напомнить о том, что необходимо соблюдать особую осторожность. Напишите в комментариях, слышали ли вы что-то о гибридных куртках и есть ли у вас такая в вашем туристическом гардеробе. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!